5 баллов, где он занял третье место на том турнире. Это было совсем другое катание. Здесь 131 балл. Если бы он добавил серьезные два прыжочка в своей программе и не упал бы, то тогда у него, конечно, оценка была бы совсем другой. Итак, он первый. А Владимир Успенский вместе со своим братом Александром Успенским практически с идентичным результатом делят четвертое и пятое место. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но думаю, что оценок таких, как Андрей Грязев, Успенский, наверное, не получит в произвольном катании. Думаю, что будет разниться немножко оценка за компоненты, хотя оба этих фигуристы были немножко сконцентрированы на выполнении своих каких-то задач. Не побаловали нас настоящей драматургией катания. Но ведь компоненты — это не только интерпретация, не только постановка, это еще и владение коньком. Продолжение следует... Как будто уже не от радости, а вот даже от усталости. Ну, вы видели, как непросто ему было финишировать в этой программе. Его брат Александр Успенский будет кататься последним. Если в короткой программе у них результаты практически одинаковые, посмотрим, как будет в произвольном катании. Проигрывает Владимир Русквенский не только Грязеву, но и Меньшову. В произвольном катании он также проиграл Бориеву. И чуть-чуть на 0,25 обогнал Артура Гачинского. Таким образом, он сейчас, находясь на третьем месте, рискует оказаться где-то шестым. Вряд ли опустится ниже.